Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается недельная глава ТЦВ, приближается Шаббат Захор, сегодня такой Великий Шаббат, давайте быстренько. Задача евреев во время событий Пурима была в том, чтобы сохранить надежду в эти сложные и трудные времена. Казалось бы, все рушится, но сохранение надежды стало залогом успехов. Это испытание продолжается и по сегодняшний день. И когда мы проявляем свою слабость, то тогда только нас и можно победить. Рассказывает об одном арабском террористе, который отсидел срок за преступление, уже собирался выходить и для себя решил, что он больше не будет этим заниматься. А потом он опять вернулся к террору. И когда его спросили, что стала причиной такого решения, он сказал, что находясь в тюрьме, он понял, что все это беспроспективно. Но однажды, во время Пейсаха, он увидел одного еврейского тюремщика, охранника, который сидел и ел хлеб. И, зная о запрете на употребление хамца в этот период, заключенный поинтересовался, а почему ты не соблюдаешь собственный закон. Охранник говорит, что это относится к светскому обществу, а для меня это не актуально. Услышав это, террорист понял, что люди, которые добровольно отказались от своего наследия, утратили свою силу и могут быть побеждены. И вот здесь, я думаю, очень серьезный корень. В качестве противоположности, нередко приводят пример, как Бонапарт увидел, как плачут люди сильно, ему говорят, что случилось. Ему говорят, а вот храм оплачивает, а кто разрешил разрушить храму, говорит, там 2000 лет назад. И он был потрясен тем, какую глубокую скорбь испытывали люди. И сказал, что раз они так плачут сегодня, то обязательно будет восстановлен храм. Мы живем сейчас в такое время, время испытаний, отчаяния, потери надежды, и она существует на разных уровнях. И поэтому вот именно сегодня, это очень важны уроки Пурима, уроки вот этого недельной главы. Надо понять еще одну вещь, что соблюдение всяких заповедей, это очень важнейшая, не просто там, важнейшая заповедь. Но она не гарантирует наличие, так сказать, точно светлого будущего. Потому что евреи, например, которые пришли на пир к Хашвирошу, им очень важно было, чтобы еда была кошерная, чтобы все было в порядке. Но человек может соблюдать заповеди, при этом не спрашивать себя главное, когда будет храм, когда придет Машех. То есть отказываться от надежды. Отказ от надежды, он не только омрачает нашу жизнь, он вообще вбивает в человека, что нет возможности достичь успеха, и мы не сможем выкарабкаться. Проблем столько. Это все происки злого начала, это происки вот этого антипурима. История Пурима учит нас тому, что категорически нельзя терять надежду. История учит нам, что в глобальном плане и в личном всегда, пока мы сохраняем надежду, вот и есть наша победа. Написано, сохраните память о Мамалеке, главном враге всего человечества и в первую очередь еврейского народа. Это заповедь История. Какая связь между Амалеком и Шаббатом? В Туре сказано, что Амалек напал, когда застали тебя в пути. На иврите это звучит так. Ашер, Карха, Баб, Дерех. Слово Карха имеет три смысла. Случайность, духовная нечистота и холод. Это три врага. Шаббат противостоит этим трем вещам. Амалек пытался отравить сознание людей, идеей, что в мире все случайно. А мы отмечаем Шаббат и свидетельствуем, что Бог создал мир за шесть дней, и ничего случайного нет. Кроме того, Амалек представлял себе охлаждение. Все делают, ну так, это Кейли такое. Шаббат под доменмиг, который очищают. И третье значение – это холод. И стремление еврейского народа служить с убежденностью. Вообще Богу надо служить с горячим сердцем. Когда ты только спишь, то это не то. Самая большая ошибка, например, вот еврейского великого царя Шауля, первого царя, заключала в том, что он думал о том, вот Бог ему сказал уничтожь Амалека. А он подумал, ну я вот тут оставлю, тут добавлю, тут прибавлю. То есть, но Всевышний не желал этого. Может быть это было правильно, может это хорошо. Но у Бога были другие мысли. И самые чистые, самые святые намерения, самые великие идеи называются чуждым служением, если они не совершаются, не по воле Всевышнего. Поэтому Шауль ошибся, и с этой ошибки мы тоже много учим. Вот Шаббат Захор, в который мы вступаем, это второй по счету из четырех специальных Шаббатов в месяце Адар. Когда читаются дополнительные отрывки в Торе. Первый был Шаббат Шкалим. И вот одна из предписывающих запись, помни об Амалекте, об его отношении к людям, как он убивал людей, как он... Амалек это самый страшный враг. Это, еще раз говорю, это холод, это сомнение, и это не вера в Бога. Наши мудрецы утверждают, что человек с неверным взглядом, его можно переубедить, направить на правильный путь. Человека с плохими качествами можно перевоспитать. Однако нереально воздействовать на человека, чья ненависть и наглость выше разума, она не поддается объяснению. Вот такой был Амалек, мы не можем его изменить. И поэтому написано, Амалека в себе надо уничтожить. А в мире, ну, вместе с Богом. Браха вы от Слаха, хорошего Шаббата. Не забудьте в этот Шаббат послушать обязательно отрывок Амалекте. Это предписывающая заповедь Торы, которая дает браку на целый Адар. Браха вы от Слаха.